А в Литве завершается пребывание выставки старинных фотографий из Беларуси первой половины 20-го столетия, автором которых является православный священник Павел Волонцевич. Экспозиция продлится до 22 апреля. По достоинству оценили выставку и представители русскоязычной общины Литвы и сами литовцы. Подробности из Вильнюса. Выставка старинных фотографий из Беларуси православного священника Павла Волонцевича не случайно проходит в Литве с большим успехом. Именно в Вильнюсе, древней Вильне, автор этих снимков еще в конце 19-го столетия закончил семинарию. Этот город когда-то был духовным и культурным центром белорусских земель, тесно связанных с Литвой. Выставка фотографий первой половины 20-го века побывала ныне во многих литовских православных храмах. В эти апрельские дни открылась галерея фотохудожников Литвы, недавно экспонировалась и в Литовском Сейме, депутаты которого восхитились и художественным талантом автора, и непередаваемой атмосферой старой Белоруссии. Сейчас той духовности нету, просто не существует сейчас, может быть, она где-то спрятана, которая есть в этих фотографиях, которая была в той эпохе, ну это как конец 19-го, начало 20-го века. Вот о чем говорили. Лишь по счастливой случайности в 2009 году архив отца Павла Волонцевича попал в руки к минским коллекционерам Игорю Сурмачевскому и Дмитрию Серебренникову. А затем негативы на стеклышках смог преобразить чудо-фотографии белорусский мастер Владимир Сутягин. Начало 20-го века, жизнь белорусского села и усадеб, быть людей, простой, но в то же время свидетельствующей о высокой культуре. Сами люди, с одной стороны, очень близкие нам, с другой стороны, совсем другие, без печати суеты на лицах, очень открытые. Первое, что меня сразу удивило, что это не постановочные какие-то фотографии, а, как-то сказать, фотографии самой жизни. То есть фотограф специально не ставил кадр, а фотографировал то, что его окружало. Автор фотографий, священник Павел Волонцевич, прожил долгую жизнь, стал свидетелем многих драматических событий, революции, мировых войн, оккупации, раздела границ между Россией, Советским Союзом и Польшей, гонений на церковь. Батюшка был человеком деятельным, увлекался астрономией, живописью, собрал большую библиотеку, но главным его увлечением была фотография. По тем временам это была такая передовая технология, как сейчас космонавтика. Химические разные реактивы, все это проявлять. И вот священник, помимо того, что он был хорошим священником, делал свое дело, вот он имел такое любимое дело. Фотографировал жизнь вокруг себя, людей, свою семью. И теперь мы можем увидеть жизнь начала 20 века в белорусской глубинке. То есть у нас же сложились какие-то стереотипы по жизни белорусов, что они как бы такие немножко придавленные жизнью были, да. А здесь мы видим людей с совершенно открытым взглядом, которые знают цену, которые живут полной жизнью. И эта реальность начала 20-го столетия притягивает своей душевностью и духовностью. Она способна вызывать и очищение души зрителя. В этом уверен Раймонда Сполис. Литовский режиссер только несколько раз переживал такие состояния. Внутри у меня одно, как бы я хотел пожить в этот момент, когда жили они. Как бы я хотел, я очень бы хотел с ними побыть. С той культурой, с той духовностью. Это катерсис. Выставка фотографий священника Павла Волонцевича будет экспонироваться в галерее фотохудожников Литвы по адресу проспект Гедеминоса, 43, до 22 апреля. Вход свободный. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Литва, Вильнюс. Субтитры создавал DimaTorzok